МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка. Подробности спецоперации в Хасавертовском районе сегодня в выпуске. За единство народов и за сильную Россию в Кемерово-Дагестанская диаспора знакомит местное население с особенностями культуры нашей республики. Расписные платки нижнего казанища о символе женственности и красоты в материале наших корреспондентов. Накануне в Хасавертовском районе в ходе спецоперации был нейтрализован бандит. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Информация о скрывающемся в окрестностях села Индири и преступнике, причастном к ряду криминальных событий, была получена органами безопасности. Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, бандит открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. На месте боестолкновения обнаружен автомат, пистолет, самодельное взрывное устройство и боеприпасы. Причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизелу-Юртурском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ, ликвидированной в октябре нынешнего года. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. А в Дзербинском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус въехал в Газель на АЗС. Один человек скончался. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Газель, которая заправлялась на автозаправке. Обстоятельства ЧП уточняются. Единство народа – сильная Россия. Под таким лозунгом в Кемерово прошла встреча, которую провели представители дагестанской делегации. Политические, общественные и религиозные деятели из нашей республики выступили с призывом к единению нации России и рассказали об особенностях дагестанского народа. Рассказывают наши корреспонденты. Очередное мероприятие наших земляков в Сибири. Очередная встреча в дружеской обстановке. Дагестанцы в своих выступлениях ознакомили собравшиеся с культурными и географическими особенностями нашего горного края. Прозвучали и поучительные наставления от богословов. В их числе был и иманжем в мечети города Кемерово Рубин Хазрат Муниров, который отметил огромную роль представителей Дагестана в гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений в обществе. А дагестанской делегацией выступил помощник Муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов. Высокие, скажем, ценности, которые переданы устами пророка, описанные в Коране, они никогда не были испачканы ни насилием, ни призывом к насилию. Они были наоборот, для того, чтобы созидать, для того, чтобы призывать к добру, к милостерению, и к соседу, и к другу, и к брату. Отдельным украшением мероприятия стало выступление исполнителей нашидов, а также выступление детей, прочитавшихся к творениям и мавлиды, восхваляющие прекрасные качества пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. В завершении мероприятия руководители национальных диаспор и землячиц в Кемеровской области поблагодарили дагестанцев и отметили важность проведения подобных мероприятий, которые служат одной лишь цели и единство народов нашей общей родины – России. Впечатление самое, что ни на есть, отличное впечатление от мероприятия. Очень было все здорово и хорошо. Нам все понравилось. Было все красиво, красочно. Здесь люди показали и рассказали о доброте и к маме, и к детям, и к своим ближним. И это не просто слова. Это именно действия. И хочется приходить сюда снова и снова. Поэтому, если будут еще мероприятия, я приду с удовольствием. Завершающий мавлит, посвященный месяцу рождения пророка Мухаммада, прошел в самом древнем городе России, в Дербенте. О жизни, его поступках, о добрых делах говорили ученые-богословы республики. Мероприятие могли посетить все желающие жители Дербента. Рок Мухаммад, мир ему и благословение, он всегда нас учил, чтобы уважать других, и почитать их, и полюбить их. Он даже сказал, «Никто из вас не будет полноценно уверовавшим, пока он не пожелает своему брату то, что он желает самому себе». По словам заместителя Муфтия, древний город, как завершающая точка мавлидов, посвященных пророку в этом году, был выбран не случайно. Именно отсюда некогда ислам получил свое распространение. Напомним, в месяц Араби-Уль-Аваль в ряде городов республики прошли обширные мероприятия, основной тематикой которых являлось жизнеописание пророка. Как сотканная паутина, легкие традиционные кумыгские платки – тастары. Когда-то их умела плести каждая кумыгская женщина. Найти мастерицу по плетению тастаров – теперь большая удача. Чем уникален платок и почему должен быть у каждой женщины, рассказывает Луиза Раджабова. Джамина Шугайбова из селения Нижней Казанище Буйнахского района 18 лет обучает сельских девочек делу прабабушек в школе искусств. Прежде чем научиться плести настоящий шелковый тастар, у нее ушли долгие годы. Каждая клеточка – тяжелый труд, кропотливая работа. Не все выдерживают. Но ученицы не сдаются раз за разом, накидывая петли под чутким руководством мастерицы Жамины. Вот эти платки одевали у нас женщины в годах, можно сказать, 35-40, дальше носили. А вот одинарные носили молодые. И невесты одевали, калом давали еще вот эти платки. Девочки должны были научиться вышивать и платки плетать. Жамина Маровна не только хорошая мастерица, но и сама придет нити. За коконами шелкопряда она специально ездила в Среднюю Азию. Дома у себя для них отвела отдельную комнату. Создала все условия, чтобы шелковичные черви и в Нижнем Казанище чувствовали себя как дома. Вот такой платок можно на же год сидеть работать. Она очень такая работа. Если женщина на работу не ходит, дома сидит, можно за три месяца сделать. Соединив по крупицам знания, Жамина возродила в Буйнакском районе исчезающее ремесло и приняла первую группу учениц. Плетение – это только часть дела. Самое сложное – приготовление ниток. Сотканый из других нитей платок считаться настоящим-то старым не может. Такая нитка получается у нас из этого кокона. Вот такая тонкая, нежная ниточка. Знаете, сколько можно? Даже 2-3 километра можно из одного кокона получать такую нитку. Такая она тоненькая-тоненькая. Благодаря мастерице Жамини и ее ученицам будущее кумыскому платку «Т-стар» обеспечено. Луиза Раджабова, Салман Китихмай, телеканал ННТ, Буйнакский район. Выставка картин дагестанского художника Гаджи Магомедова открылась в Москве. Уроженец села Местерух Ахвахского района создавал эти работы на протяжении 3-х десятилетий. Сейчас экспозицию заслуженного деятеля искусств представляют в центре Москвы. Все стало возможным благодаря труду Нины Ломоносовой, куратору проекта «Зеркало эпохи». Главной задачей проекта «Зеркало эпохи» является исследование творческого пути художника. Для меня, как для искусствоведа, было интересно изучение его работы с разных сторон. Следует отметить, что у художника его стиль отличительен от других. Он самобытен и в то же время преобладает академией. Почти всю жизнь Гаджи Магомедов прожил в родном селе, но даже это не помешало ему стать известным далеко за пределами своей малой родины. Он писал в основном для себя, был против званий регалий и персональных выставок, стеснялся этого. Об этом рассказал один из организаторов проекта «Таир Кулиев». Именно благодаря его неравнодушию вернисаж нашего земляка смогли увидеть немалое количество людей и из других регионов. Отметим, что выставка «Зеркало эпохи» будет проходить в библиотеке имени Екатерины Фурцевой до середины декабря. Вход свободный. Это была последняя новость на сегодня. Удачных вам выходных. Всех благ и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова